Со спортом мы расстанемся не скоро, но времени у меня в тени сдержать. Волонтеры серебряного возраста даже на торжестве по случаю Дня пожилого человека не смогли усидеть на месте. Они привыкли делиться своими эмоциями, а потому в списке награждаемых главой города именно они в числе первых. Олимпийские игры, всемирные хоровые, игры, фестиваль молодежи, чемпионат мира по футболу. В каждом событии активные пенсионеры курорта играли не последнюю роль. При этом все, что они делали, делали в собственное удовольствие. У меня целый день в движении. У меня уже шесть внуков, все взрослые. Всех я воспитала, всем дала воспитание. Трое правнуков тоже уже взрослые. Поэтому я вся сейчас отдаюсь своей работе и плюс волонтерской. У нас помимо соревнований всевозможные акции по уборке города, районов. Кроме волонтеров серебряного возраста на торжественном приеме и другие неравнодушные городу пенсионеры, все они члены ветеранских организаций. Всего на курорте сегодня 134 тысячи пенсионеров. Каждому из них городская власть уделяет особое внимание. Из местного бюджета ежегодно выделяется 45 миллионов рублей для реализации социальных выплат порядка 6 тысяч людей пожилого возраста. Это не наши полномочия. Но тем не менее депутаты городского собрания находят деньги для того, чтобы направить их на поддержку наших пенсионеров. Сочинские пенсионеры хорошо образованы, разбираются во многих вопросах, путешествуют и не собираются уходить на заслуженный отдых. Большинство, но не все. Поэтому на курорте и создан социальный проект «Активное долголетие». Анатолий Пахомов настоятельно порекомендовал всем, кому за 60 присоединиться к акции «10 тысяч шагов». Если вы этот проект реализуете, обещаю вам, 6 лет добавите жизни каждому сочинцу. Мы очень этим заинтересованы. Поэтому я не зря поставил с самого начала задачу. До 100 лет в Сочи не живет только тот, кто не хочет. Еще одна настоятельная рекомендация от главы курорта – это посещение концертов и спектаклей. Культурная жизнь города позволяет дамам и их спутникам довольно часто одевать лучшие наряды и выходить в свет. Ведь положительные эмоции и активная жизнь, как известно, продлевают жизнь человека. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Великой вселенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова